Верите ли вы в домовых, а в леших, а в русалок? Верите? Хотя, впрочем, это абсолютно не важно. Важно другое. Верят ли они в вас? Так как, вполне возможно, это не их, а вас не существует вовсе. И это именно они придумывают сказки, где вы существуете. Первая моя история, или скорее первое знакомство, случилось весной, посреди, так сказать, белого дня. День выдался тихим и безветренным, но пасмурным. Рыба, которая клевала с утра очень бойко, к обеду, видимо, выдохлась и устроила себе тихий час. А я решил пообедать. Достал хлеба черного, сало кусок, луку репчатого. Я, знаете, люблю лук, чтобы его чуть-чуть морозом приударило. Он тогда такой сладковатый становится. И режешь, значит, луковицу на четыре части, делаешь бутерброд с салом, наливаешь чаю, отправляешь четвертинку лука в рот, разжевываешь, потом закусываешь бутербродом с салом и запиваешь это горячим чаем. А, ну еще хорошо бы яичко вареное. Для контраста, так сказать. И вот сидишь ты такой, хрумкаешь это все, слезы текут. А лицо, что характерно, счастливое. И вкусно не передать. А, вспомнил вот. Дядя Ваня, значит, как-то рассказывал. Ну, дядя Ваня, немченка который, знаешь ты его. Сижу, значит, говорит, на лунках как-то, тоже обедать собрался. Чищу яичко и вот почистил и взял и выронил его в лунку. Но оно, естественно, и утонуло. И тут, говорит, буквально через пять минут удочка взлетает и в лунку прыгает. Я, говорит, подсекаю, а там что-то такое неумоверно тяжелое. Здоровый голец такой, на килограмм, наверное. Ну, а когда домой-то пришел, начал чистить его. А у него в желудке то самое яйцо, которое я уронил. Вот так вот. Так, что я вам там рассказывал-то? А, ну да, сижу я, значит, обедаю, да за удочками приглядываю. Ну так, на всякий случай. А вдруг? А удочки стоят, как вкопанные. И вокруг тихо так, пасмурно. И вдруг смотрю, из-за сопки, ну вот прямо из-за поворота, вдоль ручья ко мне кто-то идет. Причем подсознательно я как-то сразу понял, что здесь что-то не так. Нет, ну ко мне явно шла человеческая фигура, но эта фигура была абсолютно голая. И фигура была женской. Ну что я, по-вашему, голую женщину от голого мужчины отличить не смогу, что ли? И я вот так прям и замер в оцепенении. Смотрю и глазами хлопаю. Главное, не знаю, как на все это реагировать. То ли бежать куда подальше, то ли наоборот подойти и спросить. Может, у человека случилось что? Но тут же понимаю, что не могу сдвинуться с места. Меня словно парализовал. А она идет себе такая. Спокойно идет так, размеренно. Как будто бы меня и нет вовсе. А на улице не ноль градусов, а под босыми ногами не двухметровый слой снега. Из одежды на этой барышне были только длинные и абсолютно белые волосы, которые полностью скрывали ее лицо и частично грудь. Хорошую грудь, скажу я вам. Причем волосы ее были не седые. Они были именно белые, как снег. Барышня же тем временем медленно подошла к месту, где ручей впадает в озеро, постояла какое-то время, посмотрела на меня, а потом развернулась и медленно пошла обратно. Ну а я-то что? Сижу, смотрю на нее. Вернее, на ее шикарный пейзаж сзади. А пошевелиться так и не могу. Только глазами хлопают. И все. Мое оцепеление исчезло, когда эта барышня скрылась за сопкой. Мало того, мне показалось, что как будто весь окружающий мир ожил. Где-то слева запела птица, справа что-то хрустнуло, ветерок подул, и все стало как прежде. А я стою и думаю, надо все-таки пойти за ней. Ну, или хотя бы до того места, где она остановилась, когда смотрела на меня. А идти-то не хочется. Страшно. Это лежа на диване. Можно как угодно геройствовать и рассуждать. Мол, э, герой, голый девки испугался. Будь на твоем месте я, но тут проблема. Ты, мой диванный герой, не на моем месте. Так что слушай сказку дальше. Потоптался я еще какое-то время на одном месте. Собрался с духом и пошел. Пока шел по озеру, ну, там метров пятьдесят, наверное, где-то, все себя успокаивал. Мол, дескать, если бы она хотела бы что-то сделать, она бы сделала. Да и вообще, может, это все тебе привиделось, а? И вот с такими мыслями я сошел со льда на сушу и тут же провалился по колено. Потом еще и еще. Наст меня совсем не держал. Но она же как-то шла по нему и не проваливалась. А то, что она действительно по нему шла, я понял, когда подобрался к тому месту, где она стояла. Нет, ну, естественно, никаких следов, босых ног человеческих там не было. Но были примятости. Было очень хорошо видно, что там кто-то стоял, но этот кто-то был просто маленького веса. И снег этот вес прекрасно выдерживал. И следы этих примятостей вели за сопку вдоль ручья. В итоге мое любопытство побороло мой страх. И я, опять же, проваливаясь, где по колено, где по пояс, пошел по этим следам. А потом я услышал всплеск. Как будто что-то большое либо рыбина, либо датра прыгнуло в воду. Но я тогда не придал этому значению, так как полз сквозь снег, и мне, если честно, было не до этого. А потом следы внезапно кончились. Они кончились в том самом месте, где ручей образовывал такой поворот и очень глубокую яму. Ну, что-то вроде разлива, только глубокого. Проклиная все на свете, весь мокрый от пота, я, конечно, еще поползал по округе, чтобы поискать следы, но так ничего и не нашел. И случай этот я, естественно, никому и не рассказывал. Так как я был совсем один, доказательств у меня не было ровным счетом никаких, да и кто поверит-то. Да и, признаться честно, через некоторое время я и сам начал думать, что все мне это привиделось, если бы я не встретил ее снова. Вторая встреча произошла летом, спустя лет, наверное, пять. И в этот раз я был не один. Со мной был мой друг и зачем-то привязавшаяся за нами его супруга. Мы пошли на озеро Рыбное в сторону Райтера Альма, но не как обычно, коротким путем, а длинным. Через озеро мостовое. А по пути на это озеро есть два подъема. Первый мы кое-как преодолели, а когда поднялись на второй, то силы кончились, и мы решили устроить привал. Отдышавшись и придя в себя, мы достали фотоаппараты и камеры и начали фотографировать и снимать окрестности, потому что вид со скалы открывался ну просто потрясающе. И первым ее увидел не я, а мой друг. И со всей непринужденностью, очень удивленно, он мне говорит, глянь, там по-моему баба голая идет, а что она тут делает? Я посмотрел в ту сторону, куда он показал, и понял, что это она. Та же неспешная походка, та же фигура, те же абсолютно белые волосы, только шла она не по возе, а вдоль берега, абсолютно не обращая на нас внимания и ни на что не реагируя. Ну, и че это вы тут на баб голых пялитесь? Сварливо сказала жена моего друга. Да тихо ты, дура! Чуть ли не хором прикрикнули мы на нее. Ты за все это время людей тут в округе много видела? Причем одетых людей. Тут, наконец, до нее начало доходить, что что-то не так. Ой, а кто это? Спросила она. Ну, пойди сама спроси, заодно и узнаешь у нее, что она тут делает и почему она голая. Да ну вас нафиг, сказала жена моего друга и замолчала, ошарашенно хлопая глазами. А та девушка, тем временем, продолжала неспешно идти нам навстречу, абсолютно не обращая на нас никакого внимания. А мой друг не растерялся, и начал снимать ее на камеру при максимальном увеличении. Видно было очень хорошо. И практически все, кроме ее лица, которые скрывали абсолютно белые и длинные волосы. «Ребят, а как она босиком идет? По камням-то, они же острые». «Острые». «Ты замолчи ты!» Оборвали ее мы опять хором. В общем, стоим мы, как три идиота, и пялимся на нее. А она идет себе, идет. А там еще местность такая, что либо она поднимается на сопку и выходит к нам, либо возвращается назад, или прыгает вон. Другого пути там попросту нет. А она идет себе, идет, пока сопка не скрыла ее. Ну, а мы стоим, смотрим и ждем. Сейчас она должна подняться. А ее все нет и нет. Прошло минут десять, потом пятнадцать. Полчаса уже стоим, а ее нет. Ну, и решили мы с другом добежать до того озера, вдоль которого она шла, а жену его оставить в карауле наблюдателем. Вдруг выйдет. Еле уговорили, между прочим. Она не хотела оставаться не потому, что ей было страшно, а потому, что ее муж при живой той жене побежал навстречу какой-то голой бабе полаулой. Но как-то мы ее все же уговорили. Я думаю, что вы уже догадались, что когда мы прибежали на это озеро, то там, естественно, никого не было. Мы, конечно же, походили вокруг, поискали, но безрезультатно. Но у нас же есть камера, и съемки на ней мы первым же делом бросились к ней, когда вернулись обратно на скалу. Но и тут нас ждал жестокий облом. На камере не было ровным счетом ничего. Вернее, как, съемки-то были, и озеро было, и сопки, и все остальное. А ее не было. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok